Приветствую вас и, вы знаете, ваш муж свои, вот эти вот, как вы говорите, мытарства не такой же, потому что вы не осознаете причин, по которым он так себя стал вести. То есть, смотрите, что-то получается следующее. Мужчина жил с вами, жил какое-то время, да, у вас появились дети, все у вас действительно было неплохо, а потом он вдруг нашел другую женщину и ушел. Почему он ушел? Это доставило его уйти. Какие потребности, какие желания у мужа были, что они подтолкнули его найти другую женщину и уйти к ней. Далее, вы пишите, у вас злые детей. Зачем вы это написали, не очень понятно, но на всякий случай скажу вам, что это не имеет никакого значения. Дети это отдельные отношения и тот факт, что они у вас есть, никакого значения для мужчины в вашем контексте совершенно нет. Далее, почему вы принимаете мужчину три раза уже? Ну, то есть, первый раз еще можно было бы принять, хотя, по сути дела, мужчина учил из вашей семьи и это значит, что ему нельзя доверять. Это понятно, что он ненадежный человек, но вы его почему-то приняли первый раз, вот. А почему стали принимать еще два раза, что вас заставляет этот ребенок? Ну, это вот непонятно. Видимо, какая-то у вас зависимость от него, может быть, страх, что вы без него не сможете жить или, может быть, что-то еще. В любом случае, вам нужно для себя определить, почему вы продолжаете его принимать. Вот. Пока это не будет понятно, пока вы не определите причины, по которым вы его принимаете, вряд ли ситуация изменится, потому что мужчина-то все устраивает. Он побудет другой женщиной, вернется к вам, побудет другой женщиной, вернется к вам. И все у него, в принципе, неплохо. Так зачем ему что-то менять? Зачем? Для чего? Совершенно эта ситуация непонятна. В итоге, как бы крайне, получается, вы, вот так вот, вам и эту ситуацию менять. Если мужчина настолько не уверен в себе, да, что, вот, уходит и возвращается, а он именно не уверен, потому что, если бы он был уверен, то он бы все-таки, знаете, ну, как-то уже определился бы с тем, что он делает. А так получается, что он не уверен в себе. И вот, собственно, вопрос, который можно вам задать, он именно в том и заключается, чтобы понять, почему вы его так долго, так много раз принимали. Далее, мужчина не закончит свои мытарства до тех пор, пока ему удобно, пока ему комфортно жить так, как он сейчас живет. И мужчина не прекратит свои мытарства до тех пор, пока, опять же, у вас не будет понимания, все-таки понимания того, что ему, вообще-то говоря, нужно. Что мужчина хочет, что заставляет его делать подобные вещи, понимаете, что заставляет мужчину смотреть в сторону другой женщины. Вот вы постарайтесь понять, чего мужчина хочет и постарайтесь ему это дать, то, что он хочет. И потом, когда у вас будет понимание того, чего мужчина хочет, и вы, по крайней мере, покажете ему, что вы можете дать все-таки ему то, что он хочет. Вот тогда-то вы и сможете решать, жить без него или нет. Потому что при наличии понимания и удовлетворения его потребностей мужчины, я имею в виду, при наличии этого и при условии того, что мужчина все равно мечется в другую сторону, значит, он уже ни вас не любит, ни, скорее всего, ту женщину, которую он еще тоже не любит. Руководствуется он только тем, что ему, ну, если ему нужно, то есть, по сути, своими только желанными, то есть, по сути, мужчина эгоист. То есть, думает только о себе. И в этом контексте я не думаю, что имеет смысл рассчитывать на этого человека. Вот. Значит, таково мое мнение. И отсюда можно сделать вывод, что для решения вашей проблемы требуется, первое, это узнать вашу позицию по данному запросу. То есть, позиция, я имею в виду, как вы ко всему этому относитесь, для чего и почему вы принимали мужчину несколько раз, на что вы надеялись, что вами двигало и так далее. Какое место во всем этом занимают ваши дети. Вы о них написали, значит, вы какое-то значение им придаете. Это нужно обязательно определить. Далее, почему ушел ваш муж, чего он хотел, чего им не хватало. И постараться попытка это ему дать. Попытка это ему поднаставить. И после уже принять решение относительно того, значит, жить ли вам одной или нет. То есть, вы не понимаете, что вот мы за вас вот это вот решение не примем, не примем. Это было бы неверно. Это решение принимать вам, но только лишь исходя из всей полноты информации. И исходя из четкого понимания того, чего вам хотелось бы, что вам нужно и так далее, и так далее, и так далее. И так далее, чтобы вы при этом не вредили себе, чтобы при этом вы не действовали в ущерб себе. Вот, пожалуй, то, что я хотел вам сказать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...